Мы еще даже до старта не дошли. Нормально? Старт уже начался. Вы дома спите в выходной день, а мы тут. Пытаемся дойти до старта. Мы пытаемся дойти до старта. Еще даже дни близко мы до Альпенграда не дошли. Как ощущения перед гонкой? Супер! Настрой боевой! Всем привет! Удачи всем! Друзья, 15 января и мы сейчас на Туэксу. И буквально через полтора часа будет два старта с интервалом 20 минут. А вчера уже стартовали профики. Но действительно легендарный забег Амангельды Рейс посвящается Анатолию Букрееву. Это человек-легенда, который из 14 восьмитысячников покорил 11. И у него буквально завтра уже должен был быть день рождения. Человек, который награжден орденом мужества американским географическим сообществом и мужеством. Орден за мужество у него еще казахстанский. И экстремальная атлетика посвящает все забеги Амангельды Рейс этому человеку. Ну а 18 числа, ребята, вы даже не знаете, 18 числа будет установлена скульптура, да. Фонд Нурлана Смогулова устанавливает скульптуру на Медео. Я уже, честно говоря, видел эту скульптуру очень красиво. Он там задумчиво ждет всех альпинистов и будет нас всех встречать на Медео. Так что вот такое событие. Но по счету, вот сейчас мы спросим, Вась, по счету какой это забег Амангельды Рейс? С 99-го года. Что у нас с арифметикой? Да. Да, ну, короче, это очень много. Очень много. Чуть ли не старейшая вообще гонка, которая вот с данного формата проходит в таком формате. Может быть даже в мире. Может быть даже в мире таких гонок не так много. И вот наша, по крайней мере, то, что организовывает экстремальная атлетика, это самая старейшая гонка. Такая уже легендарная. Вадя, я вчера видел твою эпическую фотографию с вершины. Да, если ты не возражаешь, мы ее возьмем тоже в выпуск. Сейчас она, сейчас она здесь вот так вот вылетит. Дзынь, вылетела. Вот скажи, вот менялась ли трасса и что в этом году может быть там погодные условия другие? Потому что Центральная Азия за 54 года не ощущала таких антициклонов. Да, трасса была вчера, скажем так, в историческом варианте, то есть еще с самых первых разов. То есть мы сейчас столкнулись с такой проблемой, что массовость и популярность забега выросла. И на классическую дистанцию, в его финишный кулар, самая сложная техническая часть, уже все участники просто не помещаются. И мы вынуждены ставить ограничения, либо там подгадывать под погодные условия. Например, в прошлом году мы ее урезали, потому что этот финишный кулар был просто весь по льду и невозможно было там беспопасно перемещаться. В этом году условия позволили сделать, но чтобы все-таки пожалеть судьи на финише, которые там три часа должны стоять, мы сделали отсечку на вход в этот кулар. И соответственно те люди, которые не успевали туда зайти, мы их разворачивали раньше. Но все как бы финишировали, все успешно, все удачно, все хорошо. Ну я поздравляю вас со вчерашним днем, потому что я посмотрел результаты, посмотрел протоколы, география участников очень сильно выросла. И соответственно количество победителей, ну вернее качество победителей тоже поменялось. Доброе утро! Я поздравляю вас с увеличением количества участников в целом, потому что не каждый во-первых рискнет. Ну и сегодня мы сейчас пока грелись в пушках, там встретили очень много новичков, которые сегодня впервые стартуют. Вот сейчас будет там тысяча и шестьсот. Многие пришли, потому что слышали, что здесь небывалые эмоции, в том числе и я. Я всегда приезжал просто снимать и очень сильно боялся стартовать, но сегодня стартанул. Ты просто боялся сильных эмоций. Да-да-да, я очень впечатлительный поэтому. Ну все, увидимся на финише. Мы сейчас встретили, я спросил заранее сколько лет, 36 и 33, вроде осознанные пацаны, взрослые. Ну вот так вот они записались на шестьсот метров подъема Мангельдерейс. Впервые, просто хочется узнать, чтобы подтолкнуло, сподвигнуло. Может быть кредиты, долги, ипотека. И это легкий способ расстаться с жизнью. Приветствую. Спасибо, но на самом деле просто хорошо провести время, подышать воздухом. И спорт, сила. Да, спорт есть молодость. Так что вперед. Украина Селем, друзья! Кар, тау және ең төзімді спортшылар. Бұл Амангельдерейс. Аты аңызға арналған альпинист Анатолий Букреевті еске алуға арналған жарыстын тарихы 1999-чы жылдан басталады. Аж мы, Жарыстын бастап конуктивы, Түйықсу-Альпы лагерь, деміз. Мы прожилием много спортшылар, оның бір женез. Женез,どう geht? Как вы здесь? Мне очень хорошо смотрит Сельсом. Мне очень много сжигудинга по асфальту. Мне очень много сложно. Но я僕, бы еще не мог себе, спор. Сельсии. Какие ощущения Вот второй день Классные И как участники вчера прошли Вчера участники Ну были Которые сошли с дистанции А так очень замечательно Кто-нибудь поразил вас Вот вы сколько лет проводите Этот забег уже Ну Все поразили Своей стойкостью Да Вот сегодня еще три вот пацана Мы вас поразим А вот еще Макс Прощенко пришел Это самый главный поражатор Максим Прощенко Скандинавская ходьба Мы сегодня тоже будем стартовать И я думаю сегодня все будут ходить Да Макс Да Потому что как показал вчерашний день Бежать сильно не получится Ни у кого причем Вот Так что всем удачи И легких ног Легких ног Это очень сложно Мне не то что страшно Это для меня вообще неожиданность Потому что я вообще не собиралась Я об этом узнала вот буквально Когда мы поднимались с тобой сюда И надеюсь я выживу Я выживу Нам же нужно закрывашку записать Вертикальный забег стартанул Отлично мы сейчас на 600 метров еще обгоним Фору даем просто Выиграем всех Такая стратегия Отлично Готовы? Ну терротически да Физически нет Вот когда смотришь как они разогреваются Перед стартом Это один из самых Ну будем говорить Самый холодный И технически сложный забег в Казахстане Он не такой может быть длинный по длине Но зато он представляет собой Определенные технические сложности А также сложные климатические погодные условия Ветер, холод И там скажем Скользкие участки со снегом И со скалами Начнем с того, что мне 83 года Часто меня спрашивают Какой у вас возраст Я шучу Я говорю Не буду вам отвечать Потому что напугаю вас Но на самом деле Я как-то стараюсь Об этом не думать Наоборот Молодежь меня Меня мотивирует Хотя многие говорят Что вы нас мотивируете А в подобных соревнованиях Я принимаю участие постоянно И это большая заслуга Надо отдать должное Экстремальной атлетике Что они проводят такие соревнования Итак, сегодня первый день гонки Амангильдырейс Посвященный памяти нашего известного альпиниста Анатолия Букреева Это тот человек Который один из первых в Казахстане Стал развивать именно скайранинг Тогда он, конечно, еще так не назывался Но он вот начал это делать И вот в памяти его Мы проводим эту гонку Вот у него как раз Завтра был бы день рождения И сегодня бежим Самую длинную трассу Которая называется Скайрейс 1500 Это трасса длиной Чуть больше 6 километров А набор высоты 1500 метров С финишем на высоте 3900 Дошел до конца Погода пугала Но на самом деле Вообще все супер Все хорошо Получаются велосипедисты? Да Как вас занимаетесь в уголе? Бегать? Вы знаете, вообще у велосипедистов Зимой всегда было ОФП Это велосипедисты больше ходили по горам раньше А вот нынче Просто уже люди Больше стали ходить А мы-то всю зиму Постоянно ОФП По горам Бегали Бегаете? Занимайтесь спортсом? Очень хорошая трасса Когда мы шли первые Ну я шел первые всю дорогу И вот после Альпинграда Там была очень узкая тропа То есть как только, видать, один человек, двое прошли И вот мы лезли прямо по этим сугробам Вот из-за этого сложности возникали И мы были на Эльбрусе недавно И я просто вот из-за вот этой вот Так сказать Адаптации эльбрусовской Только вот на воле проиграл и все Я бегаю Монгильды уже Третий или четвертый раз До этого бегала первый раз в 2014 году Точнее даже в 2013 В конце года, когда он еще проводился Вот В целом Наверное, не сильно что-то изменилось Потому что маршрут он один Но при этом организация классная Ребята молодцы, все четко, все вовремя Малихан, Тен, машина Я бежал Я прям летел Все меня останавливали Все меня останавливали Не беги быстро Я говорю, не буду быстро Слушайте, я даже не самый последний финишировал Сегодня на Монгильды рейс С подъем высоты 600 метров Если честно, я сначала думал, что 600 это длина дистанции Но, как оказалось, это 4 километра Довольно-таки тяжело Но все компенсируется эмоциями Любая усталость компенсируется эмоциями И неправда это миф, что здесь только бегуны, триатлеты Или же какие-то циклические виды спорта Здесь есть и бодибилдеры, и штангисты В общем, все, кто любит природу Кто любит здоровый образ жизни Ребята, приходите обязательно Монгильды рейс, это нужное мероприятие Ну и, конечно же, завтра день рождения У великого альпиниста У героя страны У Букреева Анатолия И в честь него этот забег А 18-го числа будет Будет Скульптура на Медео И откроет ее, наверное, руководство города Ну и фонд Нурлана Смогулова В памяти Анатолия Букреева Кстати, у него два ордена замужества Один от Казахстана, один от Американской ассоциации альпинистов Так что, прекрасный забег И отдельное спасибо экстремальной атлетике Что посвятили этот забег Анатолию Букрееву Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не каждый год, но я участвовал в этом состязании. В этот раз я всегда выбирал полную дистанцию после болезни и бежал 600 метров. И я понимал, что это посвящено именно нашему будущему альпинисту Буклееву. Ты пришел на открытие этого памятника. Вот эта скульптура, что будет для тебя означать, как для спортсмена Skyrunner? Буклеев и его памятник, в первую очередь для людей, чтобы был какой-то мотиватор, который мог бы позволить людям, скажем, понимать, что горы, и есть такие люди, были, жили среди нас, буквально в горном садоводе, и что, как говорится, каждый из нас может для себя не покорить, а взойти на свой релест. У каждого свой лимит. Я надеюсь, что люди будут восхищаться и вдохновляться этим примером. Для нас фигура Буклеева, для нашего, даже моего поколения, он чуть-чуть старше нас, это, конечно, легендарная вещь, потому что это такие люди, как Буклеев, они делали новое движение в альпинизме, то есть классический альпинизм в его понимании, это были веревки, осадные лагеря, кислородное оборудование и так далее. Он, наверное, один из первых в мире, кто открыл новые направления, это скайрайнинг. Это уже после этого пошли в советский период, вот эти быстрые восхождения, скайрайнинг и так далее, они не применялись на само восхождение, а были только для отборок. Он придумал вот эту вот всю систему и на большой скорости, и те рекорды, которые сделал Анатолий из своих 11-8 тысячников, где-то порядка 6 восхождений на высоком темпе, это меньше, чем 24 часа, то есть за 15-16 часов, стало уникальным в мире. Он один первый, и поэтому он и был знаменит во всем мире, что он сделал вот как бы новое направление, абсолютно новое направление. Сейчас это уже вы видите вот эти все, какой массовый этот вид спорта стал, и он даже, в принципе, может перерасти и дальше, и даже в олимпийские виды спорта, да. Анатолий, он был как бы, ну как скажем, молодой, всего 39 лет, сейчас по нашим меркам, да, то есть мы всегда считали его уже старым, а сейчас, то есть тогда уже это было, мы уже как символом был. Это было очень хорошо, правильно, потому что он был очень скромный, сильный, и для продвижения как бы наших идей, то есть как бы символизм он очень нужен, да, потому что все равно это, ну и вот сейчас вот уже такая очень хорошая экспозиция, которая будет радовать гаражам, всех нас. Два дня назад, там ангеледей рейс от экстремальной атлетики, в течение двух дней ребята бегали на разные высоты, в субботу пробежали на длинную дистанцию, в субботу, в воскресенье пробежали любители на 600 и на 1000 метров, и это было действительно красиво, массово, и посвящен он был, как всегда, Анатолию Букрееву, а уже сегодня открытие скульптуры Анатолия Букреева здесь у Модео. Это символично, потому что в этом году буквально вчера бы ему исполнилось 65 лет, и Анатолий Букреев является, ну, скажем так, в Казахстане создателем направления скайранинг, и многие ребята, которые бегали на ангеледей рейс, даже еще не слышали о том, что Анатолий Букреев был основоположником скайранинга. Это действительно сейчас очень модный спорт, который зародился аж в Советском Союзе благодаря этому человеку. И сегодня Анатолий Букреев будет всех встречать и провожать на разные трассы от нашего горнолыжного курорта Модео всех желающих сегодня позаниматься, сегодня, завтра и всегда. Так что вот так. Редактор субтитров А.Семкин